Доброе утро, ребята. И на данный момент сегодня 16.11 2017 года и мы едем в сторону Мачо-Пикчина, преодолеть где-то 50 километров, плюс пешие прогулки 10 км в одну сторону, поднявшись всего лишь на подъем где-то примерно 500 метров над уровнем моря. То есть высота будет около 2000, мы поднимемся на 2500. Так что сейчас попробуем и доехать и пройти бесплатно на Мачо-Пикчу, а также и проговать мотоцикл. Смотрим. Мачо-Пикчина Мачо-Пикчина Смотрите, тут вон там какой-то домик, там вон зигзагами дорога идёт. Ах, глушитель по ноге! Как больно и горячо. Красота и боль. Такой каньончик. Ах, глушитель по ноге. Парагуас, Валентес, да? Мачу-пикчо? Новый испаньол, я Мачу-пикчо. Чекпоинт. Вот там где-то есть Мачу-пикчо. Вот по этой дороге надо идти. Типа 10 километров, но на самом деле я могу по ней проехать на мотоцикле. Но туристическое, сука, место. Поэтому придётся идти пешком. Сейчас, конечно, попробую с охранником поговорить. Мотоцикл в будке охранников, я кинул вещи. Договорился с ними, что я им дам какую-то копеечку. Ну и мы сейчас пойдём по железным путям куда-то на подъём. Тяжка-то кончилась. Или туда, или туда. А, пойдём сюда. Мне направо больше нравится. А тяжка-то? Здесь имеется даже кемпинг. Можно остановиться, потусить. И вот на таких вагонах поднимают людей. Это стоит что-то 30 долларов. Да ну нахрен. Такие бабки. Ещё очень странно, что... Ну, наверное, не странно. Всё же, понятное дело. Но всё же, такие деньги. Ну что, друзья, мы всё приближаемся. Мы уже видим что-то такое непонятное. В виде каких-то стен или искусственных сооружений. Я думаю, это уже начало Мача-Пикчу. Правда нам ещё идти, наверное, километра три. Я уже двигаюсь примерно около часа. Ну и задолбал эта щебёнка. Она крупная. Не очень удобно. Как это за хрень? Ну вон автобус же ходит. Ну как так? Значит, есть дорога сюда? Ну вот почему такие перуанцы? Сволочи. Чем мы идём дальше? Ты чё? Я? Тикет с паспортом. В подлозе, значит, они переместили билетную кассу в другое место. И получается, что как раз-таки, если есть здесь мост, который надо, типа, перейти, и ты должен предъявить паспорт и тикет. Бля, это как-то не вписывается в мои планы. Надо сейчас попробовать посмотреть, где можно вариант перейти брод, если это вообще возможно. Здесь есть речушка, которую надо перейти. И таким образом, как бы, может быть, без паспорта, ну, без билета прокатит. Но надо пройти. Чёрт. Будем искать что-то, пока я не готов билет покупать. Вот, кстати, железная дорога. И дождик начинается. Здесь можно, кстати, поставить палатку и переночевать за 15 солей. Делим на 3, ну, где-то 4,5 доллара. Да. Ну что, ребята, мы видим первый возможный проход. Значит, я не знаю, конечно, сколько там вариантов будет контроля. Надо палку взять. О! Железка – это хорошо. Отбиваться от лохов. И есть вариант, конечно, по поводу узнать билета. А есть вариант перебраться через нихреновую речку. Сейчас мы посмотрим, насколько она нихреновая. А потом вдоль, получается, надо пойти, и где-то вот там есть вход. Помидорину, представляете? Его еще одна помидорина. Вроде бы вот тут можно попробовать пройтись. Недалеко на камни прыгать. Но ни штука могут мокрые быть. И скользкие. Ну и как бы там дальше. Сейчас мы пойдем узнаем, сколько стоит билет. Блин, ну если тут переходить, тут охрана меня заметит. Надо шифроваться внутри, блин. Сейчас будем что-то думать. Прикольное место. Значит, много туристов. И богатеньких людей. Мы не такие. Вот вроде бы как бы билеты. Сейчас пойдем узнаем. Сюда приходит поезд. Который, видно, и приходит с Куска. С той стороны. А здесь автобусы, которые сейчас мы тоже знаем, сколько они будут стоить. Чтобы добраться и не идти пешком. Еще что-то 3-4 километра. Ну и мне вариант только брод. В одном там месте. Везде. В остальном, к сожалению, отвесные стены. И я буду как бельмо. Значит, вот такой суп. Будет еще рыба и рис. Еще попить. Это все 8 солей. 2,5 доллара. И местный типа сказал, что не знает, как пройти. Ну, что-то будем думать. Конечно, не хочется платить. Надо искать брод. Потому что неплохо даже. Красная рыба. Странная собака. Ребята, значит, вот вам цены на автобус. Вот. Вот. Первый раз здесь вижу, что не виза. Мастеркард. Какая-то центральная площадь. У меня где-то труднее найти билеты. Где вообще билетная касса. Где-то что-то продается. Заплатил все-таки за билет. Значит, смотрите. Билет стоит 152 местных. Это 50 баксов. Но если после 12, он уже стоит меньше. Он стоит всего лишь 100 рублей. А если вы сделаете поддельный документ, что вы студент, то вы заплатите 50 рублей вообще. То есть нет смысла через брод. Поэтому сразу, ребята, кто собирается куда-то ехать, сделайте какой-нибудь студенческий билет любой страны. Заламинируйте. Сделайте его красиво в фотошопе. И все у вас будет. Преграда. Вот там можно было пройти бы. Ну и видите, что здесь вот охрана. И надо где-то здесь пройти, чтобы она вас не заметила. И можно подниматься наверх. Людей. 30 долларов вход. На автобусе проехать еще два царика. Получше. Как Китай. Все. Все тяжелее, тяжелее. В итоге мы поднялись в билетной кассе. Что-то не нашел я бесплатный вход. Сейчас пойдем искать обратно пути мы что-ли. Поставили штамп к моему билете. Идем дальше. За 3 35 минут я поднялся на Мачо Пикчо. Вот он, блин. Силище. Сука. Я герой. Мачо Пикчо. Давно хотел здесь побывать. И вот он я. Мачо Пикчо. Ни хрена себе. Вот это да. Жалко, что дождик. Несколько этажей. Это какой-то первый этаж. И мы идем к нему. С погодой мне просто везет сегодня. Я так люблю, когда мокренько. Вот это я понимаю, оператор. Вот это я понимаю, чуваки. Снимают фильмец, а. О, блин. Лезем вверх. Тут ходить и ходить, друзья. Куда-то мы. Ого. Ах, погода хорошая. Фигня, куда-то я уперся. А с чего тут? Вообще непонятно почему. Апресинку. И каким-то образом она начала падать. И в итоге каким-то образом она залетела вон туда. Но мы же не сможем оставить апресинку. Апресинку. Значит, сходим туда. Или симка. Песенка вам. Мы идем на какой-то пик. Вон, 3 метра, 3060. Этот трекинг открыт. Если вы покупаете билет и переходите до 12. Поэтому пришлось с ним перелазить через двери забор. Ну, посмотрим. Красоты. Здесь что-то будет видно. Так как видите, какая пелена. Сука. Ну что, пойдем посмотрим. Местные же ходили. Местные же ходили. Проходите. Обалденно. Можно я чуть-чуть поплачусь? а вон дорога по которой надо еще вернуться домой она вот так идет вокруг горы мы все умрем я на мачо-бенчик просто чудесно пойдем сейчас ходим туда теперь домашний питомец смотрите какая фигня чик и тишина безумный макс а здесь такие были чувачки помидор я решил съесть вот в таком прекрасном месте правда спустилось облако но все же это помидор который я нашел и съем немного зеленоватый немного специи бы соли и перца натуральный без ГМО представляете вот мы сейчас находимся с вами в какой-то квартирке и здесь есть сток кто-то курил бычок о мужичок камушку пойдем еще в гости кому-нибудь сходим знаете это кто-то же ручную сделал такой с камня ничего-то что-то здесь какая-то система была да и 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 а эту Это же надо было вот так сделать. Видите, как конструктор собран. Так, конечно, очень прикольно. Наверное, это был точно какой-то храм. Вы представляете? Я понимаю, что этот булыжник, скорее всего, был такой. Но это же сколько работы, это же какой инструмент нужен был, чтобы это все делать. Тут в углубление. И тут, смотрите, все как подогнано. Молодцы! Где они брали воду? Ладно, выращиваю. Так что они дождевую воду здесь собрали. Ну, по-другому же никак они не могли поднимать воду, например, с реки. Ключи в горе, это... А представьте, сколько здесь населения. Это ж... Ну, каждому надо пить. Опять же, пусть там литр-два, плюс на поливание. Вообще... Смотрите, какие здоровые камни. Мы когда строили дорогу здесь с перуанцами, мне все смогли передвинуть. А тут же, ну, такая дура. Это ж сколько надо... Человек, это значит, надо... Значит, они знали систему как-то кранов за счет рычагов. Это ж надо было выложить, поставить его. Это же не значит, что его... Он свалился как упал, так упал. Молодцы, конечно, они. Блин, ну... Нет слов. Молодцы. И стоит же столько лет уже. Вот это на века сделано. Не то, что наши бетонки. Ну, может, и они тоже простоят до хреничего времени. Интересно, они не умели взрывать? Может быть, много чего можно было бы объяснить, если бы они все-таки как-то, наверное, с порохом, или чем-то таким. Что-то мне не верится, что вот эта вся площадка, она такая была ровная. Значит, надо было грунт нанести сюда, где же его взять или таскать снизу. Правильно, как мы говорили, надо читать и готовиться к каким-то достопримечательным местам. Изучу. Приду, изучу историю. Ну, пойдем туда. Давай, пошел. Ну, вот эти строения – это просто что-то необразимое. Видно, были здесь очень богатые люди. Вот это работа. Вот это работа. Мда. Охренеть. Это просто прелестная работа. Вровень или заподлицо, да? Смотрите, как четко. Какие линии. Это очень круто сделано. А видите, как камни сделаны, чтобы обматывать. Ничего. Это все надо было выступать. Молодцы. Просто супер. И выход, друзья. Наш тур подошел к концу. Теперь наш тур идет домой. Карта нашего пути, где что мы преодолели. Это место. Это третий поворот, оказывается, пеший. Перед почти самым верхним подъемом. Поэтому можете подняться, потом чуть спуститься. И вот она идет. Правда, колючки здесь никакой нету. Может, она будет там, в самом конце. Ну, в перчатках. И можно двигаться туда. Тут даже покрышка есть. Фантики. Смотрите, проволока есть. Так что, какой-то там звоночек. Видно, кто-то, когда заканчивает или задевает. Можно потом пройти. Ну, или сигнализирует им. Так что, вот эта тропа. По ней можно пройти все же. Заключение советы. Первое, обувь. Возьмите шоколад. Возьмите, можете даже там, кока-колу. Мне очень тонизирует она. Возьмите листья коки. Классная штука. Естественно, что не поесть. Дождевик. Потому что погода такая вещь. И лайфхак. Это, получается, приобрести билет после 12 часов. Тогда он становится дешевле аж на 50 тысяч. И лучше, естественно, конечно, сделать студенческий заранее. Я думаю, что они прокатят. Если, например, сделать, типа, что вы в Америке в каком-нибудь университете найдите самый такой прикольный. Что вы студент, какая-нибудь красивая карта. Ну, типа, на подобие прав. И вы получите еще скидку. Тогда бы билет стоил вообще 50 тысяч местных. А это два раза в хостеле перемещевать. Вот. Ну, и тогда, естественно, нет смысла вот так крутиться, мутиться. Лазить, смотреть. Ну, это чисто если по приколу. Так что, милости просим на Мачу-Пикчу. Отпустился. Колени, ноги болят. Ну что, мужики. В 18.04 еще здесь охрана. Может быть, ночью никого не будет. А потом там выжидать, я не знаю. Как мне говорил человек, который здесь был и проходил, он сказал, что мы ходили ночью. Поэтому, возможно, что, конечно, ночью охраны не будет. Можно спокойно пройти. Ребята, я дохожу до своего и своей парковки. Еще что-то там этим местным надо будет что-то дать за то, что они смотрели за мотоциклом. А еще ни хрена не видно. Приходится пользоваться фонариком. Спотыкаешься, ноги болят. По щебенке идти невозможно. Это как иголки. Периодически приходится идти по шпалам. Но это тоже не очень удобно, так как они идут не в размер. В итоге ни хрена не видно. Ну вот и окончание моего дня. Я искал место для палатки. Тут чувак типа сказал, ай, вон. Можешь у меня под навесом. Здесь он живет. Тут стоит даже еще вон чилийский мотоцикл. Тоже чувак, видно, путешествует. Может кто-то из наших. Вот. Так что я повесил гамак. Почистился чесночку. Делаю сейчас. Сделаю себе чаю. У меня есть банка тунца. Я просто очень голодный. Сейчас покушаю, очень отваливаются. Мои ноги просто одной из очень-очень. Здесь я буду отдыхать. Все, ребята. До завтра. Пока.